Сложную ситуацию с пассажирскими перевозками, в которой оказались чебоксары и другие муниципалитеты после того, как в них перестали работать автобусы Чуваш Автотранса, удалось разрулить. Практически все маршруты сохранены в основном за счет маршруток. Однако явно ощущается нехватка транспорта большой вместимости. Как планируют решить проблему в нашем материале? Две подружки Татьяны с детьми с удовольствием отправились бы погулять в центр города или покататься на каруселях в Лакриевский лес. Однако теперь их прогулочный маршрут ограничен районом Садовой. Не можем с коляской залезть в маршрутку. Даже если у меня коляска складывается, мне нужно это ребенка опустить, сложить коляску. В это время ребенок убегает или кого-то просить. После начала процедуры банкротства Чуваш Автотранса в Садовой перестали ходить автобусы. Для рядовых пассажиров это не создало неудобств. Вместо крупногабаритного транспорта сделали больше маршруток. А вот родителям с детьми стало сложнее. Я как многодетная мать хотела бы отметить, что район у нас молодой. Имею в виду, что очень много молодых семей с маленькими детками. Достаточно проблематично мне с коляской, с пятимесячным ребенком, который даже сидеть не умеет. И с двумя маленькими детьми посадка и высадка из маршрутки. Для Кристины Шехрейкиной это не просто неудобство. Автобусы в центр были жизненной необходимостью. Она часто возит ребенка-инвалида в реабилитационный центр. Сейчас, чтобы сесть в транспорт, ей приходится идти до улицы Богдана Хмельницкого. И в холодное время года эти три остановки могут стать непреодолимым расстоянием. Автобусы, когда большие ходили, на втором маршруте было очень удобно. Даже без посторонней помощи я могла залезть в автобус. А сейчас в маршрутку это просто нереально. Осенью ситуация сложнится еще и тем, что на учебу начнут ездить школьники и студенты. А значит транспорт станет более загруженным. Администрации Чивоксара об этой проблеме знают и предпринимают меры для ее решения. До конца текущего года планируем непосредственно Садовый микрорайон обеспечить троллейбусным сообщением по маршруту железнодорожный вокзал Микрорайон Садовый. Там будут курсировать пять современных низкопольных троллейбусов, также которые будут включать в себя все необходимые функции для инвалидов и колясок. Всего же столичная администрация объявила аукционы на 24 маршрута пассажирского транспорта. На шести будут осуществлять перевозки малым классом, а на восемнадцати – средним и большим классами вместимости. Эти транспортные средства будут иметь приспособления для перевозки маломобильных граждан. Все перевозчики должны начать работу с декабря 2018 года.